Орден Великой Отечественной войны 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 Также большое число орденов Отечественной войны получили иностранцы, которые воевали совместно с Красной Армией. В большинстве случаев это бойцы войск Польского, Чехословацкого корпуса, эскадрильной Армандии «Неман» и экипажи кораблей «Ленд-Лиза». Орден предполагал неоднократное награждение за новые заслуги. Максимальное число орденов, врученных одному человеку, это пять. Это летчик-истребитель Федоров Иван Евграфович. У него было три боевых ордена первой степени, один боевой орден второй степени и также один орден первой степени на юбилей. За время Великой Отечественной войны было вручено 325 тысяч орденов первой степени и 950 тысяч орденов второй степени. Также несколько десятков тысяч орденов было уже вручено после Великой Отечественной войны. Их получили в основном раненые бойцы, которые, в общем-то, не смогли получить их еще и эти ордена во время войны. Еще интересная деталь заключается в том, что в 1985 году по указу генерального секретаря ЦК ПСС на то время Черненко этот орден был издан в юбилейном варианте. То есть фронтовики, которые не получили такой орден во время Великой Отечественной войны, смогли получить его в 1985 году. В частности, это генералы и адмиралы и бойцы, которые имели хоть одну награду во время Великой Отечественной войны, либо получившие тяжелые ранения и контузии, получали орден первой степени. Все прочие бойцы, которые прошли Великую Отечественную войну, получали орден второй степени. Таким образом, в 1985 году вручили 2 миллиона 54 тысячи орденов первой степени и 6 миллионов 668 тысяч орденов второй степени. Эти ордена часто в простонародье называли черненковскими. Также я уже упоминал о том, что этот орден первым имел статут. То есть это было, в общем, конкретное описание всех боевых ситуаций, за которые этот орден вручался. В частности, ситуации для первой и второй степени отличались только числом. Для каждого рода войск они были свои. Например, и для улетчика-истребителя, чтобы получить орден второй степени, нужно было бы сбить два вражеских самолета в одном бою, а чтобы получить орден первой степени, три вражеских самолета в одном бою. У нас на подложке как раз два ордена. Орден Отечественной войны первой степени и орден второй степени. Орден второй степени принадлежал герою предыдущего нашего ролика, Хорошевцеву Александру Алексеевичу. Это тоже боевой орден. Он заработал его в апреле 1945 года. В то время он был лейтенантом, командиром санитарного взвода. И за успешное руководство своим взводом во время боевых действий он заработал этот орден. А этот орден, он юбилейный, 1985 года. Он принадлежал моему дедушке Алёхину Ивану Егоровичу. Ордена первой и второй степени, они, в общем-то, сильно отличаются. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны орден первой степени, он изготавливался из двух видов металлов. Из серебра и золота. То есть вот эта рифленая звезда, она изготавливалась из золота. Вся остальная часть из серебра. И серп и молот также изготавливался из золота. Орден второй степени во время Великой Отечественной войны весь изготавливался из серебра, а серп и молот изготавливался из золота. Все юбилейные ордена 1985 года изготавливались из серебра. Спасибо за внимание.